Что в имени твоем, или вернее, зачем именем твоим? Сейчас в Чечне этими вопросами задаются два человека, которых сегодня задержали правоохранители. Об успешной операции написал в своем инстаграме Рамзан Кадыров, почему он заинтересовался обычными преступниками. Все дело в том, что они вымогали у бизнесмена деньги, имитируя голос главы Чечни. Артур Мустаев о том, почему такие шутки плохи. Мошенников задержали сразу после того, как в МВД по Чеченской Республике обратился предприниматель из Сургута, уроженец Чечни Зубайр Зайнадиев. Он рассказал правоохранителям, что у него по телефону вымогают деньги и автомобиль, якобы для взносов в региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. При этом телефонный вымогатель имитировал голос главы Чечни. Сделав запись одного из таких аудиозвонков, бизнесмен и обратился в полицию. Злоумышленников, а ими оказались земляки, заявители уроженцы Гудрюмецкого района Зелимхан Хасимиков и Саид Гирим Султанов доставили на встречу с министром республиканского МВД, куда прибыл и председатель парламента. Неудачного пародиста попросили уже на камеру рассказать, что именно он говорил, когда требовал денежные средства и автомашину у потерпевшего. Зелимхан Хасимиков, представляясь голосом главы Чеченской Республики, вымогал деньги у бизнесмена. Типа, эти деньги будут направлены в фонд Кадыров. На самом деле, эти деньги я хотел оставить себе с напальником. Отмечу, что сначала вымогатели все отрицали, говорили, что хотели просто пошутить. Правоохранители и особенно потерпевшие шутку не оценили, и теперь задержанным грозит реальный срок. Комментируя произошедшее, Рамзан Кадыров на своей странице в Инстаграм призвал пользователей интернета быть бдительными и остерегаться мошенников, а также выложил адреса своих официальных страниц в соцсетях. Считаю этот случай вопиющим, так как никогда и ни у кого я и представители регионального общественного фонда не просили денег. Фонд занимается благотворительностью и помогает не только жителям нашей республики, но и тысячам людей в разных странах мира. Помимо этого случая, в мобильном приложении Перископ самозванцы заводят от моего имени аккаунты и распространяют различную противоречивую информацию, которая якобы связана с какими-то моими высказываниями или действиями. Обманывают людей, раздавая от моего имени ложные номера телефонов. Также создают десятки страниц, выдавая себя за Рамзана Кадырова. Ну а я напомню, что это не первый случай, когда мошенники, представляясь главой Чечни, пытаются нажиться. Ранее была задержана целая группа молодых людей. Один из них, имитируя голос Кадырова, пытался заполучить круглую сумму у одного из министров чеченского правительства, а также устроить на работу своего сообщника. Все они также были задержаны правоохранителями. Артур Мустаев, Зелимхан Бунтышев, Вести, Чеченская Республика.